шалом в посланиях апостола павла неоднократно повторяется мысль о том что оправдание нам дается не как-нибудь а именно по нашей вере в бога и миссии еще автор послания к евреям написал что без веры угодить богу невозможно а самое главное наш мессия господь и учитель и шо из назарета тоже постоянно подчеркивал важность веры и даже если не брать в расчет евангелие от иоанна которая явно больше богословская чем историческая мы видим как у матфея марка и луки и шо снова и снова говорит по вере вашей да будет вам или вера твоя спасла тебя или если можешь веровать все возможно верующему как он спрашивает просящего о чуде верует ли тот причем даже не в то что он мессия верует а и уж тем более не в то что верует ли он в то что и шо бог а верует ли он в то что чудо произойдет о котором он просит и шо мы видим как он корит учеников за маловерие петра за сомнения и возникает вопрос почему же все-таки вера настолько важно я задался этим вопросом изучая послание галатам где павел делает на веру очень сильный акцент и противопоставляет ее так называемым делам законом почему же все-таки именно на веру ведь ну например не на любовь до величайший заповедь тор и моисея это все-таки не вера а любовь к богу и любовь к ближнему во всяком случае такой так интер при интерпретирует тору сам ешуа это он сказал что это заповедь является эти две заповеди являются величайшими любовь также это величайшие из добродетелей о которых пишут нам апостолы в новом завете и как в списке павла например так и в списке апостола петра любовь это вершина наивысшая добродетель а вы на экране можете увидеть сейчас две цитаты из посланий этих апостолов где вы найдете подтверждение моим словам так вот несмотря на то что любовь казалось бы это и главная заповедь торы и наивысшая добродетель соответственно оправдание человек все-таки если читать например апостола павла получает именно за веру и вера это фундамент на котором стоят остальные вещи перечислены петром его послание именно она в его списке вера стоит первый именно веру еще раз искал в людях ешуа чтобы исцелить их именно по неверию людей он не совершал чудеса исцеления вы можете посмотреть например вот эти стихи которые сейчас появляются на экране матфея 13 глава 58 и 17 20 это лишь несколько стихов а уж если все-таки читать евангелие от иоанна то там мы увидим что именно в грехе неверия святой дух обличит людей когда придет к ним по словам ешуа в чем же тут дело задаю я вопрос а пожалуйста поправьте меня в комментариях если я ошибаюсь но я рассуждаю примерно так господь сказал однажды что нездоровые имеют нужду во враче а больные то есть он соответственно наш врач и конечно следующие его слова за этими следующие слова его были о покаянии то есть я пришел призвать неправедных огрешников к покаянию вот то есть он нам как врач прописывает в качестве лекарства для нашего духовного нездоровья покаяние но если все-таки ведь новый весь весь новый завет целиком делает еще более сильный акцент на веру и в таком случае мне кажется разумно предположить что и вера тоже не менее важно для нашего исцеления но отчего же именно господь лечит нас разумеется от грехов но иначе чокается но от каких именно грехов я рискну предположить что поскольку вера играет в новом завете такую фундаментальную роль то корень нашей хвори если так можно выразиться он в неверии в том самом единственном грехе которым святой дух обличает мир как проверить это предположение следующий шаг в моем рассуждении был бы таким если не вере действительно основа всех остальных грехов то она по идее должно было присутствовать в том или ином виде еще в деме в истории грехопадения адама и евы и поэтому надо заново прочитать эту историю на предмет того как там обстояло дело в этом отношении и вот это давайте и сделаем предлагаю я вам история звучит следующим образом книга бытия 3 глава первые шесть стихов змей был хитрее всех зверей полевых которых создал господь бог и сказал змей жене подлинно ли сказал бог не ешьте ни от какого дерева в раю и сказал жена змею плоды дерев мы можем есть только плодов дерева которые среди рая сказал бог не ешьте их и не прикасайтесь к ним чтобы вам не умереть и сказал змей жене нет не умрете но знает бог что в день в который вы вкусите их откроются глаза ваши и вы будете как боги знающие добро и зло и увидела жена что дерево хорошо для пищи что она приятно для глаз и вожделенно потому что дает знание и взяла плодов его и ела и так ждала мужу своему и он ел обратите внимание вот на что хотя цель змея заключалась в том чтобы люди съели запретный плод он не сказал еве съешь его или хотя бы протяни руку и сорви его змей вообще не указывал ей что ей делать он не обмолвился ни единым словом в повелительном наклонении а поступил иначе он обработал разум его так что после этой беседы она сама протянула руку взяла и съела плод это был высший пилотаж хорошо продуманный обман они грубые дилетантское давление или принуждение что же произошло в разуме его в результате той короткой встречи со змеем змей подорвал доверие его к богу опять-таки он добился этого совершенно не используя прямолинейных утверждений типа бог коварный бог обманщик не доверяй богу и тому подобных все эти выводы его должна была по его замыслу сделать сама выслушав его и поверив ему а он начал беседу вообще не с утверждения а с вопроса с простого казалось бы вопроса о том что именно сказал бог адаму и еве ну точнее формулировка была такая действительно ли сказал бог не ешьте ни от какого дерева в раю получив от евы отрицательный ответ которым она заверяла змей что на самом деле все обстоит намного лучше и людям запрещен плод лишь одного единственного дерева змей парировал двумя короткими фразами которых оказалось достаточно для того чтобы запретный плод показался еве очень привлекательным первое нет не умрете это что это прямое опровержение слова божьего лобовая атака на его истинность часть 2 знает бог что в день в которой вы вкусите их откроются глаза ваши вы будете как боги знающие добро и зло я не знаю какие именно мысли а пронеслись в голове евы после того как она услышала эти слова сказанные наверное предположу в кратчевым тоном доброжелателя об этих мыслях и чувствах можно только догадываться но рискну предположить что они были примерно следующие вот она что оказывается он солгал на так вот он какой на самом деле наш творец так вот для чего он сказал что мы можем есть все кроме всего лишь одной вещи чтобы мы ели все что угодно но не самое лучшее чтобы наслаждались всеми второсортными удовольствиями но только не приближались к тому что даст нам истинное счастье да хитер боженька ничего не скажешь а как красиво представил себя таким щедрым и не только щедрым а еще и таким общительным приходил погулять с нами в прохладе дня по и коварство уж хоть бы на глаза не показывался после того как скрыл от нас самое заветное в этом саду так нет как ни в чем не бывало приходил погулять поболтать по-дружески какой коварный и бессовестный лицемер и какое счастье что нашелся кто-то кто сказал мне правду чтобы я делала без этого змея какой он милый честное слово так она думала или иначе но две фразы змея разрушили все доверие его к богу давайте зафиксируем этот момент он очень важный потому что если суть веры в доверии то мы с вами нашли пред подтверждение правильности моего предположения о том что неверие это корень всех наших бед и он проник в человеческую душу еще в момент грехопадения первых людей как же именно эти две фразы змея подорвали доверие его к богу то есть разрушили ее веру в бога очень просто они изменили ее представление о боге все слова и поступки бога благодаря змею вдруг предстали перед евой в совершенно ином свете она увидела себя обманутой богом и была благодарна змею открывшим в кавычках ей правду в кавычках то есть ее доверие переключилась с бога на змея и после того как бог предстал перед евой в новом свете то же самое обратите внимание произошло и запретным плодом и увидела жена то чего раньше совсем не видела а именно то есть то что она увидела сначала сам источник света бога а потом и все что он освещает в ином свете все что бог разрешил употреблять в пищу показалось вероятно уже совсем не таким хорошим а единственный запретный плод показался самым вожделенным после этого змей конечно мог отойти в сторонку просто наблюдать происходившие дальше потирая руки он вероятно понимал то чего сама его еще не понимала что мы хотим быть вместе с теми кому доверяем что мы прислушиваемся к словам тех кому доверяем и что доверяем и тому кого считаем заслуживающим доверие поэтому ему было важно втереться к еве в доверие вместо бога представить себя заслуживающим доверия и нарисовать еве бога не заслуживающих доверия тем кто только притворяется другом тем кто не поделится с тобой чем-то по-настоящему ценным тем кто на самом деле не за тебя а только за себя самого кто за тебя и с тобой только до поры до времени пока ему самому это выгодно все вышесказано лишь мои догадки но по-моему они не беспочвены во первых в первом послании и она сказано неверующий богу представляет его лживым по моему мы не погрешим против текста перефразировав этот стих так не доверяющий богу считает бога лжецом один из корней неверия в искаженном представлении человека о боге неверующему бог кажется лжецом а точнее неверующий изображает бога лжецом это его выбор придерживаться определенного взгляда на характер бога то есть считать что бог лжец давайте вдумаемся что же это значит решить придерживаться той мысли что бог лжец одно дело не верить существованию бога вообще но совсем другое верить в то что вселенная сотворена и управляется кем-то лживым то есть обманщик отсюда следует что основной закон вселенной это обман что лучше и достойнее тот кто обманывает изощрение коварни и кто более вероломен но вернемся к ианну он повторяет свою мысль другими словами вот благовестие которое мы слышали от него и возвещаем вам бог есть свет и нет в нем никакой тьмы поверить в евангелие по ианну значит поверить в то что в боге нет абсолютно никакой тьмы ни капли что бог есть целиком и полностью только свет и только любовь что это означает в плане доверия что богу можно доверять полностью беззаветно что имея дело с богом нам нечего опасаться бог всегда ищет нам только добра о том же самом говорит нам апостол павел в своем главном доктринальном послании к общине рима самой первой главе павел представляет его основную тему евангелие и говорит что в нем в евангелии открывается правда божья это выражение а правда божья можно трактовать по-разному но самое простое толкование это праведность бога то есть для нас грешных людей благая весть которую мы должны услышать это весть о том что бог праведен другими словами что наша вселенная где столько жестокости обмана боли смерти лжи цинизма насилия ненависти и прочих пороков все-таки управляется тем кто совершенно справедлив и благ почему апостолы представляют нам евангелие в том числе и так они только как весть о том что ешуа воскрес из мертвых на третий день возможно потому что наши души отравлены этим семенем посеянным в разум праматери евы этой идеи будто бог только кажется добрым и надежным другом что это только кажется что он всегда рядом что на самом-то деле ты никогда не знаешь какой номер он выкинет и в какой момент бросит тебя ведь на ним же дескать никого нет никакое право нет на него вот и чувствует себя свободным делать все что захочет именно такое представление о боге было у одного героя притчи о талантах у того который зарыл свой талант в землю вместо того чтобы пустить его в оборот и заработать для своего господина прибыль в версии луки ешуа говорит что этот человек предстал перед господином с такими словами вот твоя мина которую я хранил завернув в платок ибо я боялся тебя потому что ты человек жестокий берешь чего не клал и жнешь чего не сеял имидж господина который это слуга носит в своем разуме и сердце очень негативно и вполне естественно что он испытывает страх перед ним психически здоровый человек ни в коем случае не будет доверять тому кого считает жестоким и несправедливым но почему же в таком случае один человек представляет себе бога так а другой иначе и почему это представление человека о боге формирующая либо его доверие богу либо его недоверие ему лежит в основе того будет ли он оправдан богом или нет мы поговорим об этом на следующей неделе спасибо шалом